Паломнический туризм Паломнический туризм Паломнический туризм С одной стороны, ты верен, а с другой стороны, ты турист То есть взаимоисключающие вещи Туризм — это что-то такое с рюкзаком, веселое, в палатке, костерок А паломничество — это внутреннее внимание, сосредоточенность И, прежде всего, встреча с Богом В Евангелии Господь говорит о себе «Я есть путь, истина и жизнь» Первый компонент паломничества и туризма — путь совпадает А дальше уже идут несогласовки Потому что турист не ищет истины Иногда даже с риском для жизни проводит свой отдых В то время как для паломника это смысл То есть он, начиная свой путь, он понимает, что он его совершает прежде всего со Христом Только потому что он уже начал путь То есть вообще любой путь человека, будь то на машине, на каком-то общественном транспорте, пешком В духовном смысле это путь самопознания Паломничество обязательно означает физические и духовные ограничения, какие-то неудобства Или паломничество может быть вполне себе радостным, комфортным и так далее Труд — это, наверное, определяющее состояние паломника И труд этот в древности очень ценился Не потому что человек куда-то дошел или поклонился какой-то святыне Он часть своей жизни, а в древности это была достаточно большая часть Для того чтобы дойти, допустим, до Киева или в Иерусалим Надо было очень хорошо потрудиться Современное паломничество несколько легче В плане материальном, физическом Потому что, во-первых, паломники сейчас собираются в группы Они покупают один автобус, то есть поездку выкупают Это дешевле проще Но в плане социальном или психологическом Это труднее, потому что не всегда люди в поездке находят согласие Здесь трудность, она, конечно, велика Потому что для многих соблазн Я кушаю одно, кто-то кушает другое Я молюсь столько, кто-то вообще не молится Внешне Может определить, что вот этот человек какой-то не такой И может быть там какие-то несогласия Очень трудно бывает именно человеку психологически совершить паломничество Но духовный труд, именно труд души, труд понимания другого человека Он больше ценится Я думаю, в этом смысле современное паломничество тоже не лишено вот таких больших трудностей Хотелось бы поговорить о разнице между паломничеством сегодня и прошлом, позапрошлом в веках Если раньше для человека Бог был, в принципе, основной истиной То сейчас с развитием цивилизации, с развитием всех вот этих вещей Когда люди привыкли работать, зарабатывать, многие имея миллионы Обращаются к паломничеству не как к спасению, а как к очередному развлечению Вот как церковь к этому относится или не разделяет? Главное, что человек что-то делает, а из каких побуждений, неважно Я приведу один пример, который, может быть, напрямую не относится к вопросу Но он характеризует отношение Бога к человеку Потому что паломничество — это встреча человека и Бога в этом смысле В житиях святых есть такое повествование, когда один лицедей Так раньше называли участников сцены, показывал на публике в плане высмеивания Как христиане крестят своих детей То есть на сцене стояло что-то подобие купели, там была налита вода И под общий хохот он показывал, как это происходит И окунувшись три раза в купель с произнесенной формулой крещения Под общий хохот он вышел и сказал, теперь я христианин И не все это сразу поняли То есть они сначала подумали, что это продолжение спектакля Но он настаивал на том, что он настоящий христианин теперь То есть в конечном итоге толпа его растерзала и он стал мучеником Но окунался в купель как бы шутя Но что-то в человеке произошло такое, с чем он потом не захотел расстаться Даже под страхом смерти Вот я думаю, если любой человек получает какой-то помысл А тем более помысл совершения паломнической поездки То я думаю, что большая часть заслуги в этом Бога Он призывает его И неважно, какими путями человек встретит Бога Скорее всего, он даже не знает, где он его встретит Он может его встретить уже, вернувшись из паломнической поездки У себя дома, где он прожил десятки лет и где все знает Но побывав на святом месте и как бы прикоснувшись к святыне Он получит внутри некое удостоверение, которое потом уже Ну, это удостоверение, оно только для него самого Вот давайте поговорим об Оренбуржье У нас есть паломнические места, куда приезжают и оренбуржцы Жители региона и из других областей, даже из-за границы Насколько это направление развито и как, по-вашему, стоит ли его развивать Или вот это такое, ну, божеское какое-то дело, которое само собой должно как-то развиваться На самом деле у нас очень много святынь, очень много мест, связанных именно с церковью С Евангелием, с тем, как человек откликался на призыв Божий Но таких мест, я не знаю, это... Я думаю, что каждый священник на приходе может просто загибать пальцы Допустим, очень много у нас могил праведников Людей, о которых просто ходят легенды Это люди, которые не просто там они вот легендарны, там они про них рассказывают Они действительно, даже те небольшие исторические сведения, которые о них доходят Они уже характеризуют их как очень сильных духом людей Допустим, слышал я очень много о людях, которые сами, будучи очень больными В том числе, там, не могучи ходить, самостоятельно как-то за собой ухаживать При этом они людям, которые очень легко управлялись со своими ногами, со своими домашними делами Помогали обрести внутреннюю силу Есть места, где люди уединялись Это пещеры Очень много мест... Ну, это нужно себе только представить, что такое пещеры Представьте, человек, который зарывается в землю Сейчас мы не можем вытерпеть даже секунды одиночества Мы тут же включаем или радио, или телевизор, или в интернет Какая-то секунда осознания своего одиночества Современным человеком воспринимается очень болезненно Потому что он, на самом деле, одинок Он одинок внутренне И это одиночество — это нормальное состояние богооставленности человека Так вот, если человек роет себе пещеру, это значит, что внутренне он не одинок Ему не страшно Он с Богом, он чувствует присутствие Бога Осенью я участвовал в раскопках одной пещеры Открывали ему пещеру Иннока Ермолая И вот, когда мне надо было там шестом промерить глубину, значит, коридора Я полез один И когда я положил шест и стал прислушиваться, я понял, что какой-то стук Равномерный стук Я сначала подумал, что кто-то пытается мне что-то настучать А потом я понял, что это просто мое сердце И больше я ничего не слышал Услышать человека собственное сердце в обычной бытовой нашей среде невозможно Даже дома, даже под одеялом А в пещере оно отдается эхом И больше ничего человек не слышит Это как духовный метроном для молитвы Человеческое сердце Это нужно почувствовать, это нужно просто вот человеку осознать, впитать Ощущение просто вот, я не знаю, такое ощущение, что С человека слетает вся шелуха Вся вот эта вот, мы там пробыли несколько дней И потом я поймал себя на мысли, что я забыл, что где-то есть какая-то жизнь Вот настолько это человека абстрагирует от современной какой-то вот бытовухи В худшем смысле этого слова Таких мест очень много Очень много И я говорю, здесь это несчетное количество Но задача паломнической службы, конечно, это создать, наверное, такую инфраструктуру Которая бы позволяла человеку не только выезжать отсюда куда-то В уже известные паломнические места Но и здесь у себя почувствовать близость Бога Да, я совершенно с вами согласна Надеюсь, что наш диалог будет помогать в развитии паломничества в нашем регионе Спасибо за беседу Спасибо вам Думаю, увидимся с вами еще здесь Спасибо вам Спасибо Спасибо за просмотр! Спасибо!